МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Ирина Корчагина. В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях этого дня. Смотрите выпуски. Поднять с колен. На старте мы все очень разные. И с точки зрения софинансирования, и с точки зрения количества людей. На развитие российских деревень планируют потратить 228 миллиардов рублей. Как под стражей. Чувствуешь себя немного ограниченным каким-то. Чем по тебе не доверяют. В Госдуме хотят психологически поддержать выпускников школ. День защиты детей. Как ты планируешь отметить 1 июня? Чтоб мама мне купила вертолет. О чем мечтают дети и во сколько лет, по их мнению, надо выходить замуж. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В одном из сел Косихинского района годами не могут наладить водоснабжение. У жителей села станция Боянова воды в кранах практически не бывает. А то, что иногда появляется, непригодно для питья. Предыдущая обслуживающая организация Косихинский РКС попыталась поменять насос в водонасосной скважине, но лишь сломала действующей. Теперь решать эту проблему предстоит новой организации. РКС полностью обанкротились. Сейчас к своим обязанностям приступила новая компания, коммунальные системы. Ждем от них теперь какого-то результата. Но пока никакого абсолютно результата. Насос на главной скважине был сломан в 2016 году. Сейчас на все село работает оборудование, которое было изначально предназначено только для обслуживания железнодорожной станции. Его мощности не хватает для подачи воды в дома. Впрочем, то, что течет из-под крана, и водой назвать сложно. Из-за большого количества грязи и ржавчины жители меняют фильтры каждый месяц. Сейчас они ждут решения проблемы от районной администрации. Подробности истории в нашем выпуске в понедельник. А между тем, видение проблем российской деревни наконец-то вышло за рамки Садового кольца. Так, замминистра сельского хозяйства страны Иван Лебедев отозвался сегодня о новой федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Ее презентовали в Барнауле. Как выглядят планы масштабных изменений и во сколько они обойдутся, расскажут мои коллеги. Новую федеральную программу развития деревень писали за Садовым кольцом. Шутка от замминистра сельского хозяйства РФ Ивана Лебедева. И в то же время правда. Документ составляли, сообща с регионами и обещали учесть уникальность каждого. На старте мы все очень разные. И с точки зрения софинансирования, и с точки зрения количества людей, позывающих на селе, и с точки зрения уже готовой инфраструктуры. Поэтому, безусловно, будет система коэффициентов, которая будет применяться и выравнивать эту ситуацию по всей стране. Мы поддерживаем сельские территории и жителей села. И не только те предприятия, которые имеют отношение к промышленному комплексу страны. В том числе туда войдет вся палитра возможных направлений предприятий, которые могут работать у нас на селе. То есть фактически мы будем поддерживать любые бизнес-инициативы. Поддержка бизнеса – это рабочие места. А это уже рост благосостояния и сохранение села. Комфорт сельской квартиры планируют поднять до городской. Для этого нужно строить. Авторы собираются ввести понятие сельской ипотеки с особыми процентами. Решили, что не более 3%, а постараться максимально снизить до 2,1%. Во-первых. Во-вторых, первоначальный износ не 20%, а 10%. Если строительство нового дома берется в расчетах 3 миллиона, то 20% – 600 тысяч. Это большая сумма. Бюджет первого года федеральной программы – 228 миллиардов. До этого на поддержку села выделяли 17. Из-за таких цифр некоторые авторы видят программу нацпроектом и настаивают на этом, уверяя, что такой статус точно позволит получить деньги. Другие разработчики говорят, внимание к селу станет в целом пристальнее. В национальном проекте здравоохранения должна быть часть села. Наука – село. Понимаете? То есть, чтобы село не ограничилось только вот этой программой, а еще мы как бы зашили ее и другие, в национальные проекты. Осенью федеральную программу должны утвердить. Стартует она 1 января 2020-го. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. А вот в Госдуме намерены разработать законопроект о психологической поддержке школьников, сдающих ЕГЭ и их родителей. На такой шаг депутаты пошли после того, как в Чебоксарах во время сдачи экзамена по математике скончалась школьница. И хотя у девушки был порог сердца, многие эксперты считают, что психика далеко не каждого 11-классника способна справиться с бесконечными проверками, видеокамерами, рамками на входе. Наш корреспондент Дарья Демиллер сегодня побывала в Барнаульской школе и попыталась понять, нужна ли на самом деле психологическая поддержка выпускникам. Нельзя брать вспомогательную литературу, учебники, шпаргалки и так далее. У вас ничего этого нет. От такого инструктажа становится некомфортно даже тем, кто никаких экзаменов сегодня не сдает. В 22-й Барнаульской гимназии 11-классники проверяют свои знания по истории и химии. Мы спросили у выпускников, переживают ли они. Что сдаёшь сегодня? Историю. Переживаете? Очень сильно. Я готовилась весь год. И сейчас я хочу показать самый высокий результат. Что вы новоценили? Уверен в своих знаниях и готов выложиться на 100%. Начувствуешь себя немного ограниченным каким-то. Чего по тебе не доверяют. По дороге к своим партам школьники проходят несколько пунктов досмотра. Металлодетекторы находят даже пятаки под пятками. Организаторы говорят, что пронести шпаргалки просто невозможно. Но недавно двух барнаульских школьников удалили с экзамена по математике. Без права – пересдача в этом году. У одного из них был с собой калькулятор, у другого – шпаргалка. Но нервничают выпускники не из-за невозможности списать, а потому что ЕГЭ во многом решает их дальнейшую судьбу. Поэтому готовиться к экзамену нужно еще и морально. Психологи советуют родителям поддерживать детей независимо от результатов, а школьникам – не переоценивать важность события. ЕГЭ – это не самое значимое, что должно быть в жизни человека и ребенка в том числе. Это всего лишь промежуток времени. Но мы этому придаем такое значение, как будто это и есть смысл жизни. Такое отношение и может привести к столь печальным последствиям, которые произошли в Чебоксарах, даже если не учитывать тот факт, что девушка была серьезно больна. К счастью, в Барнауле таких случаев пока не было. В последнее время, мне кажется, стали как-то более неустойчивы. Меньше приходят детей. Когда начинали больше ходить, приходили за помощью. Как считаете, с чем это связано? Наверное, привыкли, адаптировались, научились уже готовиться к экзамену. Если же паника застанет выпускников прямо во время экзамена, психологи рекомендуют им отвлечься на небольшую физкультминутку. Можно размять кисти или подвигать головой. Кстати, следующий экзамен по русскому языку уже в понедельник, 3 июня. Нариде Миллер, Александр Антропов, День с толком. А сегодня день, когда смело можно бросить курить. День отказа от курения. Кстати, в древние времена людей, подверженных этой вредной привычке, жестоко наказывали. Например, в России били палками. Мои коллеги еще раз обратились к печальной статистике и узнали, что о курящих людях думают священнослужители. А также познакомились с человеком, который курил долгие годы и все же с трудом, но бросил эту пагубную привычку. Не курить – это модно. Для Романа Девятого сегодняшний день особенный. В 14 лет он впервые вдохнул никотин. Говорит, тогда подсел на сигареты, в день мог выкурить больше пачки. Сейчас Роману 29. Пагубную привычку он бросил. Теперь активно пропагандирует здоровый образ жизни и занимается спортом. Личным примером, показывая всю привлекательность жизни без табака. Ничего хорошего к этому не идет. Только сигареты только губят. Ну и уже не курю, наверное, сколько? Лет 6-7. Если Роман познакомился с сигаретами в детстве, то современная цивилизация знает о табаке уже больше 500 лет. Люди сразу поняли, что табак приносит не только удовольствие, но и вред. И почти сразу начали борьбу с курильщиками. В Европе, например, табакозависимых могли лишить руки или даже сжечь. Мы же решили узнать, что думают о курящих православные священники. Действительно, курение, оно человеку вредит не только здоровью телесному, но и духовному здоровью. Потому что, опять же, по словам апостола Павла, тело человека – это как сосуд Божий, поместилище Духа Святого. И нужно к этому сосуду относиться бережно. По данным ВОЗ, в мире курят около трети взрослого населения. Это примерно полтора миллиарда человек. В России примерно 40%. А я курил, курю и буду курить. Просто хочу курить и курить. Я уже 30 лет курю, так что нормально. Два месяца не курил, потом опять закурил. А почему? Да ну не знаю, захотелось просто опять. Захотелось, сбросил, захотелось, закурил опять. И курильщики, и врачи признают, что избавиться от табачного змея нелегко. У многих просто нет желания. Свою пагубную привычку они постоянно чем-то оправдывают. Стресс. 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 Я не могу уснуть. И второй, конечно, немаловажный. Особенно если женщины, к сожалению, обращаются достаточно часто к нам. Это набираем вес. Бороться с табагозависимыми решили всем миром. В 1988 году и придумали день без табака. В то время рекламу сигарет можно было увидеть даже в магазине детских товаров. Современное общество постепенно начало понимать, что курить это не модно. Как понял это семь лет назад роман. И теперь его главный девиз – здоровье нации в наших руках. Илья Кочетков, Антон Васильев, Андрей Печоркин, Алексей Фридин, Александр Антропов. День с толком. Уже завтра мы будем отмечать День защиты детей. Праздничную программу подготовили не только все парки города. Гостей ждут в Планетарии и будут работать концертные площадки в городах и районах края. Мы же решили накануне 1 июня поговорить о проблемах детства с виновниками торжества. Серьезный разговор на взрослые темы вела Татьяна Гладкова. А ты знаешь, какой праздник 1 июня отмечают? Да. Какой? Красный. Ну, почти, да. Не знаю. День защиты детей. Да, День защиты детей. Это твой праздник, между прочим? Да. Как планируешь отмечать? Легко. Ну, действительно, чего напрягаться-то? Как ты планируешь отметить 1 июня? Чтоб мама мне купила вертолет. Ну, какой вертолет? Вертолет. Зачем тебе? И самолет. Лучше самолет. Настоящий, да? А лучше новый телефон. А лучше 5 хомяков еще. Хотя нет, они и сами справятся. Лучше еще одного кролика. Подожди. Один телефон, 5 хомяков и один кролик. Да, давай. Что тебе надо? Это одного кролика. Еще одного кролика? Да. А старого куда? Покрашенного. Чтобы у них дети были, свести их надо. И большую клетку для кролика. Продолжай. Ты без меня справляешься. Я могу просто посидеть. Какие у тебя планы на этот день? Ну, куда-нибудь сходить. Сделать что-нибудь? Нет. Развести родителей на подарок? Да. На какой? Я пока не знаю. Ну, давай придумаем что-нибудь. Что бы ты хотела? Гироскутер. Мы с тобой разговаривали до нашего эфира, что у тебя есть враги, оказывается. Да. Кто эти люди, Макар? Макар. Еще один, Макар? Да. Твой главный враг – это ты сам? Да. Сильно было. Тебя кто-нибудь обижает? Нет, я плачу. Плачешь? Да. Как ты думаешь, надо выходить замуж рано? Нет. А когда? Вот когда самое время? Вот 10 лет, мне кажется, уже можно об этом подумать. В 35 лет. А лучше в 28. Ну, 2 года пожить вместе до свадьбы. Логично. Получается 26. Так, детей через сколько заводим? Через год. Не рано? Норм, да? Ну, окей. Вы с мамой планами делились? Да нет. А хочешь, чтобы мама работала меньше? Да. А давай мы сейчас к маминому начальнику обратимся и скажем. Уважаемый мамин начальник, сделай так, чтобы мама работала меньше и получала больше. Да. Давай, вот прям вот сюда в камеру смотри и говори об этом начальнику. Давай. Ну, как, попроси его, чтобы мама работала меньше, скажи, что тебе ее не хватает. Мама работала меньше. А получала больше? Получала больше. А чтобы больше платили, меньше работала мама. Часик в день. И на эти деньги покупала мне игрушки? Игрушки. Что игрушки? Игрушки Халки. Мама что покупала тебе? Игрушки Халки. А больше тебе ничего не надо, кроме игрушек Халков? Нет. Вообще ничего не надо? Нет. Ни мира во всем мире, ни велосипед, ни торт? Нет. Ни сестренку? Нет. Только игрушки Халки? Да. Очень добрый мальчик. А платили сколько? Ну, 1250. Я думаю, начальство тебя сейчас услышало, Стефаня. Через пару минут прогноз погоды, а пока немного полезной информации. Отечественное производство, качество и доступные цены. Одно из алтайских предприятий приняло участие в строительной ярмарке 2019. Группа компаний «Спиком» – это единственный в крае производитель портальных машин, термической резки металла с ЧПУ и единственный производитель профессиональной техники для механической прочистки трубопроводов в России. Вся продукция разрабатывается собственным конструкторским отделом компании. Большинство комплектующих используем их в производстве собственного изготовления. За 13 лет работы клиентская база компании «Спиком» насчитывает более 10 тысяч предприятий Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Опыт наших сотрудников довольно серьезный. Машины постоянно модернизируются. Мы прислушаемся к мнению клиентов, которые у нас уже приобрели машины и используют их. Мы постоянно с ними общаемся и вносим какие-то изменения. Группа компаний «Спиком» – это не только производство, но и продажи промышленного оборудования ведущих мировых производителей. Компания является дилером порядка 80 заводов и дистрибьюторов различной импортной техники в Россию. Продолжение следует...